Лисы, и это видно для людей тогда, они чувствуют, что это для вас тоже важно, какие примеры, которые люди сделают. Да, я, можно, как я, проговорю по поводу календаря? Да, во-первых, календарь у нас есть, мы ведем, это просто такой, как бы, технический пока... Ну, как технический, в смысле, это для ограниченного круга лиц, мы просто как планируем дальше делать. Мы это сделаем, интегрируем его в сайт, это будет видно, чтобы организация, которая сможет, захочет когда-то там, в декабре провести мероприятие, она не звонила мне, а спрашивала, когда свободно, а я мог показать вот на сайте, посмотрите, у нас написано, это первое. И по поводу того, чтобы это было доступно, почему это нужно, мы уже как раз с Сергеем, когда были в Киеве, мы встречались с Флорианом и Анной, иначенти, и как раз они тоже говорили о том, что с удовольствием мы приехали к нам, то есть как в рамках сети на наше мероприятие, было бы неплохо в этом контексте знать, как мы планируем нашу деятельность, что у нас будет, когда происходить. Но дело в том, что проблема может быть потенциального календаря, мы не всегда сразу тему можем знать. Иногда это просто там, может я пишу, у КСПЛ 15 человек, и контактное лицо, понимаете? То есть, а сторони же к человеку, это нормально. Но мы хотим... Кстати, я тоже, я тут поддержу Кирилла, это проблема организаторов, я тоже иногда просто звоню Кириллу, говорю, Кирилл, забронируйте просто на эти дни. Как называется, и программы у нас еще нет, но мы точно знаем, что эти даты не будут в том собираться. Но дело в том, что мы ведь и не планируем публиковать тот календарь рабочий, который у нас есть, мы хотим завести отдельно, на котором просто будет видно, что помещение занято в это время. Ну вот так даже лучше, учитывая, что есть еще моменты безопасности, например, когда мы проводим и выполняются для мониторов из Крыма или Востока, точно лучше такие не публиковать, да, просто занято и занято. А еще вещи, которые я не вспомнила, только что хорошо, когда я была здесь в Майя, я встретила много людей на этот мероприятий фильм, да, который они показывали в Майдан. Много людей уже говорили, ааа, весь дом, Шарьевский дом, да, очень много людей уже были здесь, и они чувствуют, когда они, они тоже чувствуют себя, ну как, что они не знают с этим домом. Это вот очень хорошее чувство, которое я заметила тогда. Я хочу сказать, ну, по экскурсии, это важно еще не только потому, что, ну, если бы это было в каком-то другом городе, это было бы одно, но здесь это очень важно по нескольким причинам, и есть предложение, как это все сделать. Экскурсия важна не только потому, что Чернигов это древний город, там, и приехав сюда, человек, не посетив экскурсию, чувствует, как бы, что он неполноценно побыл в Чернигове, это одно. Но второе, это может еще тренинг больше тоже, здесь, в Чернигове, ну, по моему опыту, несколько там лет, много лет общественной деятельности, во-первых, как и, наверное, в других городах Украины, люди далеко не всегда понимают, чем там занимаются организации по правам человека. Среди общественных организаций тоже есть непонимание того, что они там делают, зачем они, какие там результаты и все такое. То, что сюда приезжают люди, вот уже сколько лет, когда наша программа работает, огромное количество людей просто посещают наш город, из этих мероприятий идут деньги, которые платятся предприятиям города, и что косвенно мы приносим, как бы, деньги. Вот сюда, в местное сообщество. Это тоже должно быть, ну, как-то, может, не прямо, но это должны понимать люди, которые живут здесь, и общественные организации. И поэтому о том, что в доме проходит что-то, и сколько человек, как бы так это периодически, чтобы эту информацию не навязчиво выводить на город и на область. Ну, это происходит, да, но... И не только через интернет, потому что интернет, это же, ну, сколько, 20%. Ну, понятно, но все-таки образовательные мероприятия редко бывают таким инфоповодом, который можно... Может быть, я имею в виду, что периодически, там, раз в квартал, там, раз в полгода, просто во время какого-то информационного повода, да, добавлять информацию, сколько людей там были здесь, сколько людей там... Ну, и почему у меня это связано с экскурсией? Ну, потому что связь с городом тоже... Ну, и люди, которые побывали на экскурсии, у них больше впечатлений остается, и они чаще вспомнят это и скажут. А, я был в Чернигове, я был на семинаре дома в Доме прав человека, и мы там были в пещерах, еще что-то. И какое у меня предложение тут к решению? Тут, конечно, индивидуально каждому мероприятию надо приклеить, но когда какие-то организаторы предлагают семинар, даже если это мы, то чтобы там администратор, который с ними переговоры ведет, чтобы он сказал, что вот экскурсия, вы знаете, очень рекомендуем, чтобы была экскурсия. И там уже в зависимости от мероприятия, там, первый вариант ее сделать, предложить так, что если люди добираются сами, семинар, например, начинается в 12, да, вы можете начать в программе написать, что с 9 для желающих, кто раньше приехал, будет экскурсия. И в 12 начала, кто захотел на экскурсии, раньше приехал. Если длительный семинар, то можно в середину вставлять, в выходной день мы часто делаем. Но, то есть, это важно продумать, и чтобы такая возможность была. Но на международных мероприятиях, вот тоже говоря об этом, да, вот у нас был очень крупный график, объективно половина людей улетала уже в ветх и не смогли посетить экскурсию. И вот на международных мероприятиях это особенно важно, у людей остается незавершенная за это. До свидания. Пока. Пока. Спасибо. До новых мероприятий. Это было очень. Альберт, ты не будешь? Хотел тоже быть? Да, может. Ты не будешь здесь? Я сейчас здесь. Короче, заходи. Ну, вообще, для международных мероприятий я бы вообще еще более наставила на том, что это должно быть обязательно частью программы. Плюс у людей, вот у меня все три дня меня теребили люди, они хотели бы выехать, хотя бы сувенир какой-то купить или деньги поменять. И реально никто им не мог подсказать, помочь или... Ну, то есть, я сама там на машине по-красу ездила, но реально там мы тоже были, он занятый, он стоп, как бы мне было трудно вырваться. А мне кажется, это очень важно. И такие вещи, то есть, надо их поощряться. Люди хотят побывать в городе, посмотреть, это тоже эмоциональная привязка. Ну, я согласна с Сергеем, это совершенно другие впечатления от поездки, отзывы и желание потом... То есть, потенциально каждый из тех, кто приезжает, может потом привезти сюда мероприятие, если у него останутся хорошие впечатления о доме, об атмосфере. А город же тоже очень влияет. Ну, я хочу только добавить, я думаю, что этот миг, который тоже планировал, и слишком в этом раз, и это, конечно, это шалко то, что там есть люди там, да, например, адвокатское освобождение, которые почти, они только работают, они никогда не отдыхают. Поэтому для них три часа или два часа, или один часа экскурсии, это всё равно опыт, который нам нужно дать людей, потому что они никогда не будут сказать, что у них есть время за это. Я думаю, что поэтому это тоже важно. Для людей сделать что-нибудь в другое месте, чем сидеть на салоне. И все, которые были на экскурсии, что они ели, они всегда говорят об этом потом, они вспоминают сразу. И Мария, например, первый раз она была здесь, каждый раз она говорит, будет экскурсия, вот такая хорошая экскурсия, это всё равно нужно. И поэтому люди вспоминают. Вот Лориан Санет до сих пор помнит, как я их вводил на английском языке. Собей говорили прекрасно по-близски, когда мы проводили экскурсию для Ториан, это, конечно... Да, Сергей, да. Да. Это очень важно. Так, да, вот так. Я думаю, можно, да? Можно как бы двигаться, да? Если есть какие-то ещё вопросы, потому что там почему так развороченный весь двор, я могу ответить. Не, ну мы знаем, это не проблема. Да, хорошо. Очень хорошо, что ты об этом, на самом деле, сказал, потому что меня тоже шокировало, когда ты приехал. Да, я понимаю, потому что... Я, ну, я-то видела это по-другому, для них это и не шок, наверное, было, они себе ничего не представляли, а для меня шок, потому что я взяла их в красивый дом и тут приезжаю... Ну, это, к сожалению, не успели просто, потому что, понимаете, сложно было вот это всё связать, чтобы одно за другим происходило, знаете, поставили бетонный заборчик, радужу деревянную плену. В общем, не получилось, закончил дом. Давайте я сразу же скажу, где-то оно там запишется, да, тоже. Или это в стратегии, например, не знаю, много очень предложений о помощи от людей. Кстати, люди были готовы деньги дать, кстати. Кстати, некоторые не могли. Мы могли найти банку, куда-то, вот у нас проблема реально, у нас специализация помощи. Это значит, просто нужно её повесить, я вам напишу, я пока не забываю, да, повесить ящичек с замочком, с этим, чтобы все понимали, что это всё потом на ведомости идёт. Вот, например, реально... Вы осознаёте, что вы, по вашему счёту, по статуту, это должен быть благотворительный фонд? Ну, слушай, ну, да, мы осознаём, ну, хорошо, мы всё понимаем, в чём трагедия, да, Бубера? Ну, что-то не совсем дело. Ну, да, это не совсем дело. Это можно уже решать, обсуждать, как это сделать, правильно? Создай юридическую форму. Мы не можем общественной организацией по закону о благодейственных организациях избирать, может, лучше благодейные организации, по статутной деятельности у которых... Хорошо, мы попросим Востоксот, чтобы он повесил сюда... Ну, да, 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 да. Это... Это всё решаемо. Просто люди предлагают свою помощь приехать, например, сюда, летом, например, или когда, и пока у нас этого не получалось, то есть, если сделать, эффективно спланировать какие-то работы, где-то надо кирпичи таскать или что-то ещё, или там, то люди приезжают. Вот, ну, Ревяка уже точно собирается тут культивировать, что-то там, землёй... Я в этом расскажу, да, это есть в стратегии тоже, я прогментирую. Ага. Ну, последнее пока тоже не забыл. Мы ещё думали, чтобы дом был таким, дом прав человека, был таким образцом, как бы, экологии и доступности. Но вот сейчас с доступностью всё это решается, как бы, и в том и другом направлении идёт работа. Да, ладно. Что бы экология? Экология, ну... А, экология. Альтернативные источники, там, энергии, там... Да-да, понятно. Вот. Я думаю, что в этом ещё всё будет, решается. В том числе вот Ахалар, может ты об этом будешь говорить, на стратегическом планировании Юра предложил, что у них есть чувак какой-то знакомый, который строит вот эти дома, экологические домики из там... Спасибо.